МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Путешествие в прошлое. В палатах Строгановых открылась выставка картин, где посетители могут увидеть храмы Усолья, Пыскара и Березняков в первозданном виде. Весной дороги в Березняках превращаются в решетом. Особенно те, что давно капитально не ремонтировали. Выбоины грозят поломками подвески, пробитыми колесами, а в худшем случае еще и авариями. Спецавтохозяйство усиленными темпами начало проводить ямочный ремонт. Сергей Колейник продолжит. Старая шутка, растаял снег, а вместе с ним асфальт вновь приобретает свою актуальность. Каждый год дорожное покрытие не выдерживает постоянных температурных перепадов. Вода просачивается в поры и замерзает. Лед разрушает структуру. Отсюда появляются ямы. Ям в городе предостаточно. Центральные улицы, межквартальные проезды. Всюду водители маневрируют по полосам, уходя от очередного удара по подвеске. Нередко вспоминают крепким словом наши дороги. Ну, я бы сказал, везде. День ремонтировали в прошлом году. В прошлом году ремонтировали. Там они еще более-менее выдержали нашу зиму. А в этом году разбиты до ужаса просто. Так что, ну, много участков. Очень много. Да везде на самом деле. На первостроителей очень плохие дороги. На перекрестке возле Гагарина и Льва Толстого. Возле бассейна Кристалла. В нашем городе. В Березняках. Ну, везде. Да, на въезде. На въезде, то есть дорога. Да, там одни ямы. И лужи, и ямы. Начиная от Аксакова и заканчивая Ависмой. Чуртанская, 60-й. Мимо милиции, когда едешь. То, по идее, надо бы подшаманить. Ямочный ремонт в Березняках стартовал еще в феврале. Сегодня, когда основные дороги освободились от снега, работы по устранению ям усилились. В первую очередь делают там, где образовались аварийные ямы. Те, что могут привести к поломкам авто или к ДТП. Образование ям усилилось. И сейчас нужно быть осторожными. Если сегодня, допустим, было все нормально, завтра не хал, что там не будет ямы. Поэтому, обращаясь к автомобилистам, быть обратнее на дорогах. По наличию ям можно сообщать в нашу диспетчерскую службу. В принципе, мы и сами объезжаем все дороги в ежедневном режиме. Подсказать дорожникам, где спрятались коварные ямы, можно по телефону диспетчерской службы спецавтохозяйства. Сейчас выбоины на дорогах заполняют литой горячей асфальтобетонной смесью. Она хороша тем, что имеет высокую температуру. Это позволяет укладывать ее на влажное основание и в холодную погоду. Сергей Коленик, Степан Екрасов. Новости Верхникамья. В продолжении темы с ямами на дорогах. Тяжелые фуры вносят свою лепту в качество дорог, а именно быстрыми темпами разбивают их. В связи с этим скоро ведут ограничения на въезд большегрузов в город. С 18 апреля по 17 мая будет введено ограничение движения большегрузов. Сделают это для сохранения дорог в весенний период. Водителям грузовиков придется объезжать город стороной или же получать специальные разрешения. Ограничение движения транспорта с максимально разрешенной массой планируется с целью сохранности автомобильных дорог в весенний период. За нарушение требований установленных дорожных знаков предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Выдавать специальные разрешения будут в управлении благоустройства. Телефон для справок вы видите на экране. Также можно ознакомиться со списком дорог, по которым введен запрет. Кандидаты в водители из Соликамска попросили автошколу ДСААФ открыть еще один учебный класс, чтобы не приходилось ездить через достаточно протяженный город. Руководство пошло навстречу. Новое помещение обустроили в южной части Соликамска. На улице 20 лет победы. Подробности в сюжете Сергея Калейника. Дорожные знаки и дорожная разметка. Сегодня тема нашего занятия. Опытный преподаватель Радик Хазехметов ведет первое занятие в новом классе. Его открыли по многочисленным просьбам жителей южной части Соликамска. Так как другой класс находится не близко и не всем комфортно ездить через полгорода. ДСААФ прислушался к мнению курсантов. Была мечта курсантов для южной части города, потому как многие курсанты просились учиться именно в ДСААФ. Если нет прав, приходите учиться в ДСААФ. Такая у нас как бы таким воздумная работа. У нас работают опытные инструктора. Машины у нас как бы тоже свеженькие, новенькие. Буквально в центре Соликамска расположилась площадка по вождению, где курсанты ДСААФ оттачивают свои навыки. Здесь только новые гранты. Есть авто и с автоматической коробкой передач. Доступно объясняют теорию, дают возможность, если ты не готов прям сегодня и сразу доработать. Нравится толковое объяснение инструкторов в практике. Ну и просто хорошие люди, хорошие, замечательные, добрые. Инструкторы, сразу говорю, не кричат. Так что девушки, которые жалуются, что в той или иной школе на нас кричат, волнуешься в нашей школе, не кричат. Автошкол в Соликамске несколько, но ДСААФ всегда выгодно отличается от других. Доступность, прочность знаний и подробное владение практикой. Вот основные отличительные черты автошколы ДСААФ, позволяющие быть успешной. Здесь обучают управлению легковыми, грузовыми авто и автобусами. ДСААФ помогает получить призывникам профессию водителя грузовых автомобилей бесплатно. Стараемся, всеми возможными у нас есть все средства для обучения, довести знания и умения, а уже наши инструктора, навыки им прививают. В ДСААФ идут навстречу всем. Гибкий график занятий составят персонально для каждого. Курсантов даже с места работы забирают. Плюс действует рассрочка оплаты за обучение. Новый учебный класс открылся в Соликамске, теперь и на улице 20 лет победы 150. ДСААФ – достойный старт на пути к мастерству. Сергей Каленик, Дмитрий Воронушкин, Новости Верхнекаме. В Пыскаре этим летом появится благоустроенная детская игровая площадка. Проект стал одним из победителей регионального конкурса инициативного бюджетирования. Новая площадка для детского отдыха появится на улице 1 мая на месте нынешнего пустыря. Территория будет оборудована детской горкой, качелями, каруселью, песочницей, скамейками. Работы по обустройству площадки в Пыскаре должны начаться в строительный сезон, ориентировочно в начале мая, и завершиться в летний период, отмечают в пресс-службе администрации Березняков. Напомним, инициативное бюджетирование – это непосредственное участие горожан в определении проблем местного значения. Продолжу выпуск. Березняковцев предупредили, что часть информации в квитанциях за капремонт может быть некорректной. Фонд капитального ремонта переходит на новую систему учета взносов. Фонд капремонта Пермского окрая информирует, что в результате перехода на новую систему учета взносов часть информации может отображаться некорректно. В том числе в ошибочных квитанциях могут быть неучтены части оплат и льготы. В этом случае собственникам никуда не нужно обращаться, а все исправления пройдут в автоматическом режиме. Также в фонде уточняют, что может быть списание средств по автоплатежу банка за несуществующие долги. Деньги остаются на лицевых счетах и не пропадают. Вы можете оформить возврат авансов. Для этого необходимо обратиться к нам любым удобным способом, рассказывают фонде. Вопросы можно направлять на горячую линию 8 800 55 0 95 15, электронную почту инфособака фонд59.ру, через сайт фонд59.ру в интернет-приемную Пермского окрая. Власти Губахи настроены развивать сферу экотуризма. И что нового появится в Губахинском сквере Победы. Нашу постоянную рубрику «Верхниками» сегодня для вас подготовил Евгений Казанцев. Здравствуй, Верхниками! В Гремячинске жители жалуются на стаи бездомных собак. Администрация Гремячинска неоднократно проводила аукционы по выбору подрядчика, который будет заниматься отловом бездомных животных. Однако готовых заниматься этим делом, увы, так и не нашлось. Поскольку не так давно Губаху и Гремячинск объединили, жителям второго как раз-таки помогла администрация новых соседей. И теперь решается вопрос о передаче средств на отлов бездомных животных Губахинскому комбинату благоустройства. Продолжу. Команда архитектурного бюро провела онлайн-обсуждение проекта по благоустройству сквера Победы в Губахе. Специалисты рассказали жителям об итогах социального исследования и презентовали свои идеи по реконструкции. Планируется расширение игровой площадки. Также вполне возможно, что губахинцы вновь увидят крытые качели-лавочки и цветники. Архитекторы предложили расположить летнее детское кафе и столы для тихого отдыха или настольных игр. Рядом с ветеринарной клиникой в планах поставить площадку для прогулок с собаками. Это лишь начальный этап подготовки проекта. После обсуждения с жителями команда доработает его и подготовит к подаче заявки на участие во всероссийском конкурсе «Жилье и городская среда». В случае победы город получит федеральное финансирование на реализацию задуманного. Агубахинский кокс займется тепличным хозяйством. Глава города провел рабочую встречу на территории комплекса. Обсуждались вопросы экологии, экотуризма и комфорта жителей. С 2017 по 2025 на предприятии осуществляется масштабная экопрограмма. Стоимость реализации составляет 4,5 миллиарда рублей. Одним из ее элементов является проект тепличного комплекса для выращивания сиенцев с закрытой корневой системой. Осуществление проекта намечено на 2024-2026 годы. Выращенные в тепличном хозяйстве саженцы, сосны, пихты, дальневосточного ореха планируется высаживать на территории всего Прикамья. Рубрику «Верхнекамье сегодня» подготовил Евгений Казанцев. Засорванные подснежники жителям Прикамья грозит штраф. Министерство природных ресурсов Пермского окрая призывает жителей региона не срывать и не собирать первоцветы, которые занесены в Красную книгу и находятся под угрозой исчезновения. Среди цветов, которые находятся под охраной, прострел раскрытый и сон трава, адонис весенний или горецвет и наши местные подснежники – Ветреница Уральская и Отогнутая. В Минприроды напоминают, что за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения дикорастущих видов растений грозит административная ответственность. Жители региона рискуют получить крупный штраф. Для граждан от 2,5 до 5 тысяч рублей, должностных лиц от 15 до 20 тысяч рублей, юридических лиц от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Когда в Березняках пройдет настоящий пятичасовой бал? И какие выставки можно посмотреть в эти выходные в Уссоле-Строгановском? Новая порция интересной информации ждет вас после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. К новостям культуры. Пора готовить фураки и платья в пол. Клуб исторического танца «Береслада» приглашает березняковцев и гостей города на именинный бал, который будет проходить 17 апреля в Культурно-деловом центре. Клуб «Береслада» был создан 13 апреля 2013 года в рамках проекта «Танец сквозь время» программы «Березняки. Город авангард». В коллективе люди разных профессий и возрастов. Всех их объединяет стремление опознать культуру исполнения исторических танцев, этикет баллов, историю костюмов. Именинный бал, посвященный дню рождения коллектива, будет организован в лучших традициях баллов 19-го начала 20-го веков. Развлекательные дивертисменты, новые знакомства и сюрпризы. Гости и участники окунутся в эпоху торжественного старинного танца, который полон загадок, неотделим от манер и костюма, этикета и изысканных бесед. Песни и романцы в живом исполнении, а также стихи русских поэтов создадут неповторимую атмосферу романтики и очарования. Именинный бал будет проходить в течение пяти часов и состоять из трех отделений. Танцы начала и середины 19-го века, шотландские бальные танцы и танцы конца 19-го и начала 20-го века. Всех ценителей исторических танцев ждут в Доме учителя 17-го апреля. Начало в 12 часов. Вход платный. Билеты 200 рублей. Телефон для справок 8 34 24 23 48 99. У соли 17-го века оживает. В Доме Брагинах открылась уникальная выставка «Рукой творца остановленный миг». Это серия картин, написанная в технике граффити. На них изображено у соли во времена правления князей Строгановых. Автором полотен стал известный краевед Валерий Сидегов. Репортаж Елены Силаковой. С каждой избои и тучи, с громом готовым упасть, чувствую самую жгучую, самую смертную связь. Я думаю, что эти слова из стихотворения Николая Рубцова, они созвучны творчеству Валерия Александровича. На открытие выставки известного краеведа и художника Валерия Сидегова пришли его родные и, конечно, земляки. Он по-особенному любил земли Усолья и Пыскара. По его картинам как будто можно увидеть, каким было Усолье во времена правления князей Строгановых. Богатая, плодородная и уютная. Многие видят в руинах обычные развалины, а Валерий Сидегов видел в них красоту. Эти работы, уважаемые земляки Усолья, демонстрировались в последний раз в 1996 году. То есть вот через 26 лет мы можем с вами сегодня посмотреть эти работы. История Усольской земли – это, несомненно, и церкви, которую строили в Ленве, в Пыскаре, Усолье, Орлеще, Кенов. В Пыскаре говорят, что у них даже есть свой собственный покровитель – Трифон Вятский, который жил здесь во время правления Аники Строганова. А силами Валерия Сидегова в Пыскаре поставили крест. Тогда, в 90-х, это было сделать достаточно трудно, денег толком не было. Освещали крест торжественно. Датой праздника выбрали первые выходные июля. Был очень жаркий день. Я вот прямо даже было видно, что мы все там стоим красные. И я так смотрю на небо, и на небе из облака плывет ладья, и стоит в этой ладье человек с веслом. Вот жалко, у меня в руках не было ни одного облачка на небе. И вот это проплывает. Я думаю, это ведь Трифон Вятский на нас смотрит с небес. Валерий Сидегов любил усольские земли и понимал, какая здесь кроется история. Может, отчасти и поэтому его дочь Оксана Трофимова стала архитектором. Вспоминает, с папой они постоянно куда-то ездили, переплавлялись на лодке на правый берег и вместе ходили по этим землям. Заложено было вот это вот что-то творческое во мне изначально в детстве. Ну и я считаю, что хоть я на самом деле на сегодняшний день ничего такого не делаю, не пишу картину, но я все равно какие-то вот такие моменты, которые, ну не знаю, сейчас мне, допустим, очень тема интересна какой-то своей родословной. То есть вот это тоже то творчество, я считаю, которое на сегодняшний день я воплощаю. Посмотреть выставку может любой желающий. Она работает каждый день в доме Брагиных на втором этаже. По пятницам вход бесплатный. Все подробности можно узнать по телефону. Елена Силакова, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхнекамье. Вблизится еще одна значимая дата – День космонавтики. У Сольского района этот праздник касается напрямую. В 1965 году космонавты Леонов и Беляев завершили полет в нашей тайге. Узнать об истории приземления можно воочию. В доме Брагиных открылась еще одна выставка, на которой можно увидеть личный китель Алексея Леонова. Здесь есть много экспонатов, которые буквально окунут вас в историю тех событий. На выставке представлены уникальные фотографии в день приземления 18 марта 1965 года. Личные вещи Алексея Леонова и даже перчатка, которые он закладывал в последний кирпич на стелле около Камского моста. На выставке «Человек над планетой» у нас представлены художественные работы нашего местного художника, Олимпиады Тимофеевны Сергея Ротцевой, которая побывала в звездном городке со своей персональной выставкой. И вот работы, посвященные космосу, видам из космоса, видел сам Алексей Архипович Леонов. Посещать выставку лучше группами. Сначала вам покажут специальный фильм «Человек в скафандре», а потом проведут по экспозиции. Выставка интересная, ее стоит посетить. Звоните по телефону на экране, чтобы записаться на экскурсию группой до 20 человек. Для того, чтобы создавать. Наши коллеги на вопрос, чем нравится работа на телевидении, отвечают, что эта работа весьма разнообразная и здесь можно творить. Неспроста некоторые наши сотрудники работают на Верхниками ТВ со дня основания канала. В этом году нам исполняется 10 лет. Мы дарим подарки и вспоминаем предыдущие годы. А сегодня предлагаем заглянуть в архив и посмотреть веселые моменты с наших съемок. Ведь записать дубль с первого раза получается не всегда. Наша кулинарная рубрика продолжается. Сегодня мы приготовили для вас рецепт. А вот нормально говорить не всегда получается. Бывает, что в кадре приходится повторять по несколько дублей. Где-то запнулись, а где-то смысл перепутали. Например, как тут. Ваши мышцы станут эластичнее, а суставы более гибкими. Пропадают боли в спине, повысится артериальное давление. А бывает и слова на ум не приходят. 11 ждут своего выпуска уже в среду обитания. Да? В среду обитания. Давай, подождем. 11 ждут своего... 11 ждут выпуска в естественную среду обитания. Бывает, просто запнулись. Например, в доме по... Поселок Дзержинец построили 75 лет назад. Поселок Дзержинец. Кто-то с Коми-Пермятского переходит на какие-то чешские акценты. Так что, если вы хотите вспомнить свой родной язык или изучить язык предков в библиотеку, добро пожаловать в Буратианы с Панталом, как сказали бы, Коми-Пермяки. Евгения Кокшарова, Сергей Антонович. А кто-то вообще начинает говорить на своем собственном языке. Ну, 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 что, еще? Давай еще. А тут вообще витает в воздухе армейский дух, ведь наш корреспондент Евгений Казанцев не так давно закончил срочную службу. Например, подарить книгу... Отставить. Дорогие друзья... Нет, отставить. Тюльпаны – одни из самых первых весенних цветов. Они... Отставить. Юноши и девушки в возрасте от 15 до 20 лет. Отставить не до 20. Бывают и непредвиденные казусы. Я снежинку проглотила. Ну, такое, да. Чисто же. С первого, со второго дубля доходят с 20-го. Главное, чтобы город узнавал об актуальных событиях. Поэтому даже в мороз и в будни, и в выходные мы работаем для вас. Елена Силакова, Новости Верхнекамья. Делайте новости вместе с нами. Снимайте городские происшествия, проблемные ситуации или интересные события. Присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы Новости Верхнекамья. Мы ждем ваших сообщений в личные сообщения нашей группы ВКонтакте или на почту tnt.news-майл.ру. Автор лучшего ролика недели получит в подарок сертификат на ужин в ресторане. Наш выпуск подошел к концу. С вами была Анастасия Гордеева. Всего вам доброго и будьте здоровы. Внимание! В кудеснике обновление коллекции входных и межкомнатных дверей. Скидки на выставочные образцы до 35%. Успевайте купить качественные двери с большой выгодой. Спонсор прогноза погоды – многопрофильная клиника МИДСИ. МИДСИ оказывает полный комплекс медицинских услуг. Квалифицированные специалисты, новейшее оборудование, забота о клиентах и широкий выбор предоставляемых услуг. В предстоящие выходные на территории Верхнекамья синоптики прогнозируют пасмурную погоду преимущественно без осадков. 9 апреля пасмурно, дождь только ночью. На дорогах гололедица. В Александровске и Кизеле плюс 4 градуса. В Соликамске плюс 3 градуса. В Березняках в субботу температура воздуха ночью ноль. В дневные часы плюс 5 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 3 метра в секунду. 10 апреля в воскресенье в наши города придет незначительное потепление. Весь день также пасмурно и без осадков. В Александровске плюс 6, в Кизеле и Соликамске плюс 5 градусов. В Березняках температура воздуха ночью плюс 2, в дневные часы плюс 6 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. 9 и 10 апреля солнечное активность низкая, геомагнитное поле слабо возмущенное. Что ты рисуешь? Двери дома. Правильно, дом начинается с дверей, а наш с дверей Аргус. Сейф Двери Аргус. Высший класс по шумоизоляции и прочности. Взломостойкие замки. Тихо и безопасно в вашем доме. Двери Аргус. Только в салонах Кудесник. Благодаря зрению человек способен познавать красоту окружающего мира и наслаждаться ей. Восстановление зрения в клинике МЕДСИ – это возможность вернуться к привычному образу жизни. МЕДСИ – медицина компетенций. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова